Ребята, всем добрый вечер, с вами я Полина и игра вампире Masquerade Bloodlines. Итак, у меня сейчас, сейчас у меня 3 часа ночи, как раз время для вампиров. Ну и давайте, наверное, как обычно, уже вспомним, что было в прошлой части. В прошлой части я принялась за сюжетные миссии. И, наверное, мне все-таки стоит это дело продолжить. И Айзек нам сказал в прошлой же части, чтобы мы походили по окрестностям Голливуда, наведались к парням, которые продают всякую грязь, как он выразился, и пообщались с ними по поводу нашего СНАФ-фильма. Вот, давайте, в принципе, этим и займемся, наверное, сегодня, да? Вот, потому что, ну, куда уже дальше откладывать эти все сюжетные миссии? Я вообще посмотрела, у меня сейчас в плейлисте получается то ли 10 часов уже я эту игру прохожу, то ли 11. Так долго прохожу и все никак не могу пройти. Наверное, кто-то из вас в шоке уже, наверное, да? Особенно, наверное, в шоке тот парень, который эту игру прошел за 45 минут. Всю игру. Ладно. С другой стороны, он америкос, поэтому вряд ли он будет это прохождение смотреть. И если будет, то вряд ли поймет хоть что-нибудь здесь. Ладно, ребят. Итак, игра потихоньку загружается. Я читала в Википедии, кстати, что тройка геймс, они выпустили только три игры, успели выпустить. И, несмотря на то, что всем нравилось... Ой, минуту, ребят. Так вот, несмотря на то, что всем нравился и сюжет, и персонажи, и вообще все, все людям нравилось в их играх, все же было несколько минусов. А именно, например, то, что игры были с очень большим количеством багов всяких. Ну, собственно, что вы можете прямо сейчас наблюдать, да? Ну, мне кажется, на это просто можно не обращать внимания, да? В конце концов, ну, да, обидно, когда долго проходишь игру. И, допустим, в самом конце там у Квейджин не можешь открыть дверь. Да, неприятно. Ну и что? Это все равно не перекрывает всех тех минусов, которые есть уже в этой игре. Так. Сейс. Эй, ты что, меня не боишься, что ли? Смотрите, лейс, это сейс. С уксусом, с солью и уксусом, с кетчупом. Бейкд сейс. О, меньше жира. Где ж я припарковал свою машину? Ой, подождите, у меня же вообще есть машина. Так, я ищу косатоу. Оу, ничего себе. У меня тогда возникает логичный вопрос. Где же он это все берет, если такое даже в интернете не найдешь? Вообще-то это скорее жутковатый истинный фильм. Оу, мне уже не по себе. Но, с другой стороны, я не умерла во время его просмотра. Может быть, у этого парня было слабое сердце или что-то в этом роде. Кто его знает? Не знаешь, где я могу достать копию? Блин, ребят, я просто хочу сделать звук потише. Ладно, можешь еще что-нибудь рассказать? Все, надоело, одно и то же. Нет, спасибо, меня это не интересует. Да мы уже разговаривали насчет особенного, ну. Ну что, ребят, все тот же... Все, забыла как его звать. Пипец просто. Начисто из памяти вышибла. Фрин, кажется, Фрин Бойл, да? Где же это? Нет, здесь нету. Странно, почему же мне дневник не обновили? Очень-то подозрительно. Ну да ладно. С другой стороны, ребята, вот там звонил только что телефон. Ну, наверное, нам пора подходить к телефону и поднимать трубку, да? Хотя нам этого сейчас не позволят делать. Очень жаль, очень жаль. Ну что же, тогда допросим Фрина Бойла, что он нам интересно расскажет и расскажет ли вообще. Кстати, он может деньги попросить за информацию, так что... Что у меня там с устрашением, запугивание? Интересно, поможет ли? Может быть... Давайте-ка знаете, что я делаю? Я, наверное, сейчас сохранюсь. А потом, если он нам скажет, типа, давай мне или деньги, или жизнь, или деньги, или кассета, то тогда я попробую прокачать устрашение и посмотрим, получится ли его запугать. Может быть, удастся его убедить? У меня к тебе пара вопросов, парень. Yeah. What do you want to know? Yeah. Так, ты что-нибудь слышал о D S M S Productions? Those guys? Да? Они? Yeah. Yeah. I heard of them. Why do you want to know? Ой, ты даже не поверишь. Слушай, у тебя красный нос, ты случаем не злоупотребляешь ли горячительными напитками, а? Так, ну, наверное, про кассеты упоминать все-таки не стоит, да? Возможно, я не прочь купить кое-что из их продукции. Да, наверное, давайте это попробуем. А я похожа на копа? Я что, похожа на легаву? Может, ты копа, это значит, тебе лучше колодца, пидор. Давайте второе. Обнагревший. Слушай, я коллекционер. Ты можешь мне рассказать? Вау, как он быстро убедился. Слушай, я в шоке. Ну, действительно, кто-то постоянно звонит. И тот телефон не умолкает просто. Когда же он спит в таком случае? А если он постоянно звонит? Да? И что потом? Хм. На. Значит, они тебя пугают, а я тебя не пугаю. Классно. Флинн, хозяин парномагазина Синбин, рассказал вам, как связаться с создателями СНАФ-фильма. Надо поднять трубку телефона автомата возле магазина Redspot и произнести кодовую фразу. Тогда вам скажут, где и когда можно забрать кассету. Ну что же, ребят, отлично. Спасибо за информацию. Не ходи сегодня по улицам в одиночку. Ну, значит, пришло время мне узнавать, да, откуда же это все берется. А что он с такой ухмылочкой говорит? Я не понимаю, блин. И что такое говорит, знаете, я тебе так скажу. Во что бы ты там ни вляпалась, вылезай из этого. И такая ухмылочка, да? А еще брови так... Что тоже, что ли, без бровей? Я не понимаю, а что они все без бровей? Попадали вместе с волосъем, что ли, брови? Это... И брови так нахмурил, и ухмылочка. Это жуть просто. Иди домой, поменяй подштанники. Пока. Адьос, амиго. Опять катеша у меня на столе. Минуту, ребят, я ее сниму со стола и сброшу на кресло. Ну, конечно же, я ее не сброшу на кресло, а тихонечко поставлю. Ой, как это еще по-другому назвать-то? Да. Я кошку ни в коем случае не бросаю. Эй, приветик, ты в светящемся костюме, женщина. Ужасно просто, ужасный наряд у нее. Как только она не боится, что ее кофта поднимется и горит грудь. Вот, наконец. Блин, ну у него и голос, что гуляет по ночам с жуткими демонами. Иди-ка ты, женщина, отсюда, а? Ты что там берешь? Такое ощущение, что она взяла стакан и пьет, знаете ли. Скоро приду. Лаки Стар, значит, да? Слушайте, ну у них все здесь на месте, да? И обслуживание на месте, вообще все абсолютно. Даже ходить далеко не надо. Вот тебе Лаки Стар тут же. Все, все на месте. Поправка к умению. Это разница между вашим навыком и требованиями оружия. Эта разница прибавляется к летальности оружия. Погодите. У оружия есть летальность? То есть... То есть я могу увеличить летальность, и тогда я буду всех убивать с одного выстрела, что ли? Вот мне еще было любопытно бы, ребят, наверное, затемнение прокачать. Что здесь? 5. Незримая сила. Вы можете свободно передвигаться и использовать окружающие предметы. Невидимость спадет, если вы кого-нибудь коснетесь. Любая атака ближнего боя, снимающая затемнение 5, наносит тройной урон. Ну, не знаю. А что здесь продвинуто? Продвинутая невидимость. Вы можете свободно передвигаться в состоянии невидимости. Невидимость спадет, если к кому-нибудь прикоснетесь или начнете использовать окружающие предметы. Просто мы будем такую миссию проходить, да? Где мне, наверное, ребят, ну, невидимость очень сильно нужна будет. Ладно. Нет, погодите. Дневник. Неизвестный назначил вам по телефону место встречи. Голливудский мотель Lucky Star. Номер 2. Чудненько, ребят. Очень чудненько. Давайте пройдем. По-моему, это все-таки не он. Да, это четвертый. Давайте попробуем взломать. Просто там нас кое-что интересное ждет, поэтому... Ах ты, мазерфакер. Ну все. Теперь берегись, блин. Вот. Так, больше ничего взломать не надо, нет? А, дверь закрыта. Блин, чистенький. Даже бумага есть. Послушайте. Полочки все на месте. Ничто не оборвано. Офигеть. Так. Ага. Бумажник. И это все зачем... Я взламывала дверь, что ли? Ой, немножко несправедливо, по-моему. Так. Это третий. А что здесь нацарапано? Нет, ничего. Мне показалось. Ну, мне сюда. Ой. Ой, ой. А вообще... Ой-ёй, нифига. А владелец этого отеля... Блин, а в эту дверь не пройдешь. Блин, печально, ребят. Владелец отеля вообще знает, что здесь происходит? Я в шоке. Слушайте, ключ от интернет-кафей. Что же, ребят, опять мы идем в интернет-кафе снова. А могу ли я прыгнуть здесь? Да, я могу. Так, куда быстрее. Пройдем в интернет-кафе. И, блин, ну... Не знаю, столько беготни всякой здесь по округе. Окей, хорошо. Как скажут они. Как скажут. Давайте еще раз в дневник заглянем. Кстати, в интернет-кафе они же все поубегали, да? Меня потому что боялись. И там сейчас, ребят, никого нет. Только я одна и буду. Так, во втором номере Материала Кистар никого не было. Но вы нашли там ключ от интернет-кафе. Так, блин, я вам больше скажу. Мало того, что там никого не было. Там была везде кровища. И по полу размазана, и по стенам. А дверь, куда дорожка из крови ведет, она была закрыта. И ее никак не откроешь. На что это намек? На то, что там труп какой-то есть. Ну, или что-то в этом роде. И, честно говоря, мне все это очень, ребят, мне нравится. Ну, ладно, ладно. Давайте посмотрим, что же нас здесь ждет. Может быть, кстати, давайте-ка, наверное, попробуем книги почитать, да? Навык обучения. Так, обучение. Ну, что ж, печально. Печально прокачать я его пока не могу. Ладно, что у нас тут? Финансы, финансы. Угу. Тоже мне прокачать никак. Ладно. Ну, хоть не до двух, так хоть до одного, блин, прокачаю. Ну, здесь я уже все перечитала. Поэтому, ребят, давайте пройдем дальше. И да, кстати... Оооо! Ух ты ж мазерфакер! Ты пипец просто! Блин, что это такое? Кошмар, блин! Я почитала в интернете, опять же, в Википедии, что разработчики этой игры купили... Откуда ты вообще здесь взялся? Ого! Ого! Как я урон наношу! Вот тебе идея! Купили 9 саундтреков для этой игры. Вот. И было еще, кажется, 5 саундтреков для локаций, которые они не успели создать. Вот. Мне очень жаль, что они не успели создать локации. Так. Как мы видим, тут уже труп валяется. Ну, кого-то эти ребята уже успели убить. А что тут написано? Блин, почему... Прикольная картина. Почему меня всегда пробирает на апчхи, когда я снимаю видео? Блин. Я этого не понимаю. Опа. Бомжи их снимают? Как ты засранец мелкий. Иди сюда. Ах ты. Ах ты, мудозвонок, кусок. Иди сюда. Ну, трех ударов кувалды им хватает вполне себе. Блин, тут, конечно, декорации, ребят, прикольные. Но как только подумаешь о том, что они здесь порно снимали. Мне от этого становится вообще никак не весело. Так, ну тут, благо, дротики без кровищи. Мне это радует. Лошадка. Так, теперь я знаю, как снимают порно с животными. Пипец. О, еще труп. Где-то я его уже видела, ребят, серьезно. Где же я его могла видеть? О, туалет. Please. Keep. Slop, sink, clean at all times. Thank you. Что? По-моему, sink это вот это вот. Ну, типа раковина там. Не знаю, что это. О, стоп. Банка морфия. Вот она. То есть... Прикол какой. Даже тут камера стоит. Офигеть, да? Вещи. Не в туалет нормально не сходить. Ну, помыться-то можно. Шторочкой завесился и вперед. Конечно, там тоже может быть камера где-нибудь заныкана. Подсвечники прикольные. Слушайте, ну здесь какой-то... Я не знаю. О. Как у Жанет дома. Что это? Клавиа... Такое ощущение, что просто это отзеркаленная... Вот здесь вот на мониторе отзеркальная часть клавиатуры и всего того, что ниже находится в ноутбуке в этом. Да, ребят, конечно, помещение здесь, скажи я вам, просто отвратительное. Жесть. Жесть. Не знаю. Мне не нравится здесь. И если действительно так снимают порно, если это не выдумка разработчиков, то... Ну... Не знаю. Мне это все не нравится. Вот что я вам отвечу. Давайте пройдем дальше. Угу. Там нам еще предлагают чуть ниже спуститься. Интересно, зачем это? Ой. 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 Ой, нифига ж себе. Ой-ой-ой. Да, кстати, чтобы взломать этот замок, по-моему, нужна... Ну, вот эта вот прокаченность во взломах. Да, 10, видите? А у меня... У меня далеко не 10. Ну что ж, печально. Тогда придется нам, ребят, как-то искать вход-выход и, к сожалению... Опа. Откуда он у меня взялся? Офигеть. Его же вроде не было у меня в руках. Ну ладно, ребят. Придется спускаться вниз. Вот. Диэмпи. Ничего не поделаешь. Давай, беги ко мне, чувак. Иди сюда. Блин, ах вы... Мудаки, нападаете подвое. Слушайте, они меня, ребят, пугают. Я не знаю. Наверное, они пугают всех игроков, да? Которые эту игру проходят. И везде это кровище. Слушайте, садомаза какой-то. Что они здесь вообще делали? Все залито в крови, зато матрас чистенький. А тут что? Что это вообще за сцена такая должна была быть? Что написано? Что написано? Написано, написано, написано. Что тут написано? Я не понимаю, что здесь написано. Пипец. Просто. Похоже, здесь не только порно снимают. Но еще и ужастики и всякое такое прочее. Вот, ребят, теперь вы все знаете, как снимают фильмы. А нам туда всех вас поздравляю. А вот здесь кровище капает. Давайте пообщаемся. Это я у тебя должна спрашивать? Бедняга заикает, Саш. Ты кто вообще такой? Ты работаешь на ДМП? Ааа, о, ничего себе. Ага. Какого черта тут происходит? На вашей косите такие же монстры. Где? Как он там оказался вообще в этом доме? Ага. То есть ты снимаешь фильмы тоже, да? Что за дом? Где он находится? От факен щит. Кстати, ребят. Чтобы... Откуда ты вообще упал? А, оттуда. Чтобы тот парень, которого только что убили. Кстати, где его тело-то хоть? Немножко не ясно. Что бы мы у него не спросили, да? Неважно, что там. Все равно, так или иначе, выскочит монстр и убьет его. Вот. Поэтому... Ну, можете нажимать любой вариант. Вообще, без проблем. Вот еще. Кассета ужасов. Часть 2. Что здесь может быть интересного для меня? Ну, наверное, больше ничего. Да, ребят? Ну, тогда давайте выйдем оттуда. Хотя, погодите. Быть может, тут? Нет, нет. Вообще нигде ничего больше интересного нет. О, тут кассеты их, да? Кекс. Ну, одно прона, походу, сплошное, да? Азиатки. На. Ну, ой, не та кнопка, не та кнопка. Так, ну все, в принципе, в принципе, нам здесь больше делать нечего. Можно убираться отсюда. И вообще, ребят, больше никогда в жизни сюда не соваться. Потому что здесь больше не хочу я с ними в драку ввязываться. Блин, что-то многовато их, нет? Да, отвянь. Отвянь. Да, кровище многовато из него вытекло. Из самого первого. Здесь больше никто не появится. И мы тоже здесь не появимся, ребят. Потому что, ну, я лично, я не хочу с ними вообще ничего общего иметь. С этими ребятами, вот. Вы, конечно, как хотите. Можете вернуться туда. Можете даже не возвращаться. Заранее всех перебить, да? Ну, так или иначе, ребят, людей там, наверное, живых не останется, да? Даже если бы я их всех не распугала. Даже если бы кто-то из них остался все-таки в этом интернет-кафе. Не думаю, что те мудаки мелкие их пощадили бы. Вот. А вот там идет наша потенциальная жертва. Надеюсь, меня с ним никто не спалит. Потому что мне очень нужна, ребят, кровь. Все, хватит. Свободен. А здесь у нас... Ничего. Окей. Так. Абрамс Голден Эйдж Джаверли. Да, действительно... Так, стоп, что это? Какие-то маленькие подвесочки или что это? Я не пойму, что там висит. А это на руки больше похоже. Какие-то мини-руки. И опять подвесочки. Очень забавно, очень прикольно. Но пришло время смотреть еще одну кассету, да? Которую мы нашли. Вторую кассету. Вот. Ужасные вещи. Просто происходят. Я не знаю. Это просто кошмар какой-то. Когда, ну, впервые разыграешь в эту игру, да? Да еще в таком возрасте. Ну, как там 15-16-17 лет, да? Когда еще, ну, не совсем привык ко всяким вот этим вот... Ну, ужастикам, да? Это просто кошмар, честно говоря. Тихий ужас. Невероятно страшно. Так, где же кассета-то? Кассета ужасов, часть 2. Потрепанная видеокассета. Наклейка дешевая истершейся. Вы надеетесь, что это запись шоу марионеток? Марионетки? Так это чудовище, а не марионетки, блин. Конечно, есть. Да. И эти твари на кассете. Они настоящие. Да, будем надеяться, что там будет действительно хоть что-нибудь. Во-первых, зачем она туда вообще пришла? Во-вторых, кто открыл дверь ей? В-третьих, кто закрыл дверь? И кто ее запер? В-четвертых, в комнате вроде достаточно все освещено. Почему она этих чудиков не видит? Я немножко не понимаю. Оп, включила свет, увидела. И пипец. А теперь мы смотрим повтор прошлой кассеты. Ужасно. Слушайте, ну я понимаю того парня, который умер во время просмотра этой кассеты, да? А так хочется нажать на Escape и не видеть всего этого. Давайте пообщаемся с Айзеком. Еще два. О, ничего себе. Слушайте, а у Носферату такие слабаки, да, что не могут отпор дать. О, восстановление Амскарада. Правда, толку мне от этого? Они в западне, да? Они. Смотрите, они могущественные Носферату, да? Ну, ладно, там, не те двое, с которыми мы потом встретимся. Допустим, они новенькие, как и я, да? Но Гэри Голден. По-моему, он уже хорошо поживший Носферату, да? И по идее должен прокачаться. А тут получается, что прокачанного взрослого Носферату спасает какая-то Носфератеночка. Ребеночек, блин. Ну, я в смысле. Да, я тоже сомневаюсь, что он мне карту нарисует. Так. И заметьте, по-моему, Айзеку меня жаль. И мне, кстати, это нравится, что ему меня жаль. Так, думаю, я отправлюсь на Кингсуэй. Спасибо, Айзек. А кому доверять? С кем водиться? Ну, этому городу, то есть Голливуду, возможно... Хотя Голливуд это город или это район просто. Я вот, че-то, ребят, немножко не в курсе. Ну, если вдруг они не будут нужны, то... Не знаю, мне кажется, они уйдут тогда, да? Ну, были же, значит, нужны когда-то. Ладно, тогда кому мне доверять? Гениально. Ну, получается так, что у нас на одной чаше весов Камарилья, на второй анархии, да? Если нельзя доверять князю, если нельзя доверять Камарилье, то кому остается доверять? Ну, вопрос очевиден... Точнее, ответ очевиден, да? Я запомню это, прощай, Айзек. Так, не буду я говорить, что я там ему не доверяю и бла-бла-бла. Но, ребят, сейчас я попрощаюсь с вами. Естественно, сейчас и в следующем видео я не поеду ни к какому Kingsway, потому что я немножко не готова к такому походу, честно говоря. Это поиск неприятностей на свою пятую точку туда ехать. Так, что у нас здесь? Вы принесли Айзеку полную версию снаф-фильма Дорогой королей. Айзек узнал особняк, в котором снимался снаф-фильм. Дом расположен на Kingsway. Он высказал предположение, что вам придется сойтись лицом к лицу с создателем фильма, чтобы открыть проход к Носферату. Да, ребят, надо как-то распределить эти мои баллы. Хотя, наверное, еще рано распределять, и надо как-то еще немножко поднабрать их, да? Ну, ладно, ребят, тогда я, наверное, буду прощаться с вами. Вот. До скорой встречи. Увидимся в следующих видеороликах по этой игре. Надеюсь, вам понравилось видео. Вот, ставьте комментарии, ставьте лайки или дизлайки. Всем удачи в прохождении этой игры. И не только. Всего доброго. Всем пока, ребят.